так всем добрый вечер мы за начали заниматься в прошлый раз вопросами связанными с историей послепленной эпохи и мы сегодня продолжим это я напомню вам на чем мы остановились мы прочли некоторый отрывок из книги эзры который несмотря на то что он видимо носит какой-то наполовину агодический характер я надеюсь вы увидите вот он тем не менее отражает некую историю начального раскола которая привела в конечном итоге по всей видимости созданию самаритянской общины я напомню о чем идет здесь речь здесь говорится о том что некие враги иуды бениамина услышали о том что вернувшиеся из изгнания строят храм богу израиля и они пришли к главам бывших изгнанников во главе изгнанников стоят на данный момент согласно написанному зарубавель сын шантиэля и иошуа бенью от садак священник и они просят включить их число участвующих в строительстве храма поскольку как они говорят еще со времен эсархадона который перевел нас сюда мы приносим жертвы богу израиля поле намеренно вкладывает автор книги в уста этих людей не точную историческую информацию то ли он сам не очень хорошо бы хронологически осведомлен мы говорили о том что что на самом деле происходит не во времена эсархадона во времена саргона саргона второго которого сменил впоследствии синахирим его сын а потом уже только появляется эсархадон так или иначе мы знаем о том что сирийские цари занимались политикой которую можно условно назвать сталинской политикой переселения народов и перемешивания их с целью лишения их своей этнической идентичности поэтому они изгнанников из иудеи скажем из западных провинций селили среди как бы старались их разделить и селить среди не земля из израиля среди местного населения автохтонного и в общем это довольно быстро привело к ассимиляции к исчезновению так называемых десяти колен с другой стороны на территорию бывшего царства израиля были приведены жители восточных провинций которые видимо начинают перемешиваться с теми кто остались и не были изгнаны значит мы говорили о том что в танахии есть разные отражены разные представления о том что собственно произошло в результате изгнания есть более такие радикальные представления о том что северное царство полностью опустела есть более реалистичные описания согласно на котором часть населения осталось что видимо так и было и дальше происходит некое перемешивание значит те кто здесь называются в нашем тексте враги иуды бениамина это видимо есть то население которое является собой результат перемешивания да то есть тут есть действительно потомки коренного израильского израильского населения есть потомки переселенцев видимо как то действительно перемешались значит очевидно что с точки зрения автора книги эзры это все чужаки на самом деле мы видели уже у пророка хискеля сидевшего находившегося в вавилонском плену вот это представление очень жесткая о том что те кто находится в вавилоне они есть истинные наследники авраама еврейской древнееврейской традиции а те кто остались как раз таки нет это сквернители традиции и вот эта линия в каком-то смысле продолжается и здесь эти люди воспринимаются как враги как те которым нет места среди вернувшихся из пленов опять таки мы не знаем на самом деле точно когда произошел окончательный раскол и образовалась самостоятельная община которая в результате будет в эллинистическую эпоху уже названа самаритяне шумроним они действительно населяют эту область шумрон еще так не называется здесь вот есть те кто считает что окончательно что раскол произошел вот именно во времена описанные здесь то есть времена зурбавеля есть те кто считает что окончательный раскол произошел значительно позже уже во времена александра македонского действительно флавий описывает вражду между самаритянами и иудеями находящимися в иерусалиме соперничество между двумя культовыми центрами шхемом и иерусалимом те кто поддерживают эту точку зрения указывают на то что если бы раскол произошел раньше то тогда по всей видимости самаритяне бы не канонизировали тору а так поскольку текст торы является для них священными канонизированным то это произошло видимо после того что этот текст был канонизирован и время это как раз происходит позднее того времени которое описывается здесь но как бы там ни было очевидно что ростки этого раскола происходит именно в этот момент да когда руководство иудейских изгнанников категорически отвергает какое бы то ни было сотрудничество с жителями провинции самария и не признают их причастность традиции народа израиля вот после этого они начинают называться здесь амга арыц народ земли которые мешают иудеям строить храм и нанимают против них всяких советников которые значит действует во времена как царя кира так и во времена дария первого царей персии значит это такой очень радикальный партикулисты партикуляристский взгляд на то какие отношения могут возникать между общиной изгнанников и окружающим миром значит очевидно что здесь взгляд такой что нужно тщательно отгородиться от окружающего мира этот взгляд будет еще более усилен в продолжении книги ездрей в книге нехэме в связи с известной историей о смешанных браках до которой мы дойдем теперь я бы хотел обратить ваше внимание на то что в эту эпоху не все думали так как думал автор иезра я привел несколько текстов из книги пророка и шаял я не буду вдаваться сейчас слишком глубоко в библейские студии но я думаю что большинству из сидящих наверное известно что во первых пророческие книги в целом не являют собой как правило произведение одного автора не многословно в отношении же книги и шаял еще с 19 века практически возник консенсус и понимание того что по крайней мере вторая часть этой книги начиная с 40 главы никак не может соотноситься с пророком и шаял сыном амоца жившим в конце восьмого века до новой эры в Иерусалиме в иудее а речь идет о пророке который живет и действует как раз во времена возвращения из вавилона персидского плена на это указывает в первую очередь реалий которые упоминает например упоминает кира об этом и говорили кирка помазанник вот но есть и достаточно много дополнительных черт сближающих его с литературой эпохи второго храма в том числе языковых черт так вот из я привел во первых несколько очень похожих текстов известных надо сказать из из это из этих текстов из этого сборника да мы не знаем как зовут этого пророка но он упорно утверждает что задача израиля возложенной на него богом является быть задача израиля становится является не совсем правильно я выражаюсь значит вот миссия израиля это быть светом для народа это как бы некоторый образ который несколько раз повторяется вот в сорок второй главе я имени бога это говорится я тебя призвал я тебя сохраню и я поставлю тебя для завета завет народа дали в ритм и оргой быть светом для народов в другом месте в другом месте в сорок девятой главе говорится примерно то же самое об израиле не таких али оргу им льет еще отец я ставлю поставил тебя светом для народов чтобы спасение мое достигло концов земли а то есть спасение касается отнюдь не только изгнанников иудеи а всех твоя задача быть светом для народов и еще в нескольких местах да например вот в пятьдесят первой главе тоже он говорит да здесь это уже не обращение к израилю то есть собственно говоря тоже в контексте обращения к израилю послушайте меня народ мой закон выйдет от меня и справедливость станет я установлю справедливость для того чтобы она была светом для народов а то есть это такой сквозной мотив оргу им ор амин и наконец в 60 главе говорится и пойдут народы к свету твоему и цари к блеску восходящему твоему свечению восходящему твоему то есть это как бы прежде всего очевидно что это некоторый универсалистский посыл да спасение касается не только народа израиля а всех народ израиля должен стать светом для народов есть также как бы что называется негатив этого же утверждения негатив который потом превращается в позитив это пятьдесят шестая глава книги и шаял тоже очень известный текст которому как бы мы уже чувствуем очевидную полемическую жилку если текст который я сейчас представил просто некоторые утверждения да вы должны быть светом для всех народов то вот в этом тексте который сейчас мы прочтем очевидно проявляется некая полемика полемика говорится так так сказал господь соблюдайте справедливость творите соблюдать соблюдайте справедливый суд творите справедливость ибо близко спасение мое это вот вот должно открыться блажен человек который сделает это и сын человеческий который будет придерживаться этого я чего именно он будет соблюдать субботу шумер шаббат михалил он не будет осквернять субботу и будет соблюдать будет уклоняться от любого злого деяния и дальше то что нас интересует и пусть не говорит и народец в аль юмар бен ханехар присоединяющийся господу анилва эль адонай отделил господь меня от народа моего тут еще дальше упоминается сарисим судя по всему евнухи значит но про евнухов это отдельный разговор я сейчас не хочу слишком в это вдаваться вот но дальше он говорит так что народцы присоединившиеся господу служить ему и любите имя господня то есть его самого ведь ему рабами соблюдать субботу и придерживаться завета моего некоторые считают что придерживаться завета моего имеется ввиду завет обрезание некоторые считают что это общее завет завет как бы подобные тому которые израиль заключил с богом на синае я приведу их этих инородцев на святую гору мою мою и буду радовать их в доме молитвы моей и их жертвоприношения будут мне угодны на моем жертвеннике ибо дом мой наречется домом молитвы для всех народов слово господа бога собирающего изгнанников израиля и я соберу еще на вот эти последние слова здесь можно понять так что это не только израиль но и присоединившиеся к ним так вот если мы как бы рассматриваем этот текст в контексте в историческом контексте связанном со строительством храма и описанном книги эзры то мы наблюдаем здесь очевидно противоположную позицию если главы общины согласно книги эзра за рубавель и и иошуа вен юасадак категорически отвергают какое бы то ни было сотрудничество с теми кто хочет присоединиться то пророк здесь утверждает ровно противоположное бог не отделил инородцев от себя те инородцы которые заявляют желание присоединиться к богу и служить ему они желанны ему и желанны в храме его здесь не идет речь о строительстве храма по всей видимости это пророчество немножко позднее того времени которым мы речь до сих пор она как бы отражает видимо некоторую уже действительность построенного храма то есть скажем через шесть примерно лет может быть больше вот но так или иначе очевидно что позиция этого пророка явно противоположное он не приемлет вот такой вот жесткий партикуляризм изоляцию он как бы предлагает раскрыть врата раскрыть врата принять желающих присоединиться к богу здесь не идет еще речь в полном смысле слова о геюре по элику такого института видимо в те времена еще не было но и и и такой израильский исследователь очень крупный историки библеисты хискель койфман и полагал что собственно институт геюре и возникает как некий компромисс между радикальным партикуляризмом который мы находим и не менее радикальным универсализмом который мы находим здесь вот у пророк может быть компромисс которого сейчас так не хватает израильскому обществу расколовшимся тоже очень сильно вот таким образом если если подытожить если подытожить первую часть нашего обсуждения мы увидим что это продолжится опять же вот это как бы полемика она продолжится и в дальнейшем связи с вопросом о смешанных браках а вот но если подытожить на данном этапе то можно сказать что в эту эпоху происходит не только начало раскола между возвратившимися из изгнания и теми кто теми кто хотел к ним присоединиться извне раскол в каком-то смысле происходит внутри самого стана вернувшихся возвратившихся из плена мы видим с одной стороны сторонников строгого изоляционизма с другой стороны вот как бы перед нами текст пророка который возвещает общее спасение значит и уж коли мы заговорили о в этом пророке а я через несколько минут дам возможность желающим задать вопросы я просто хотел бы показать как этот пророк изображает спасение из исход из воилона и персии мы видели что в книге эзры это изображается с одной стороны достаточно так технически строго нарративно хотя открывается все вот такой торжественной версии декларации кира который представлен там посланником бога это представление о кире черпается судя по всему как раз из пророчеств вот этого анонимного пророка которого обычно принято называть второй сай он действительно объявляет мы видели это объявляет кира мессии но помимо прочего мы посмотрим несколько примеров того как он изображает вот это спасение он говорит так утешайте утешайте мой народ говорите обращайтесь сердцу иерусалима к закончик она полностью понесла иерусалим полностью понес то наказание которое на него было возложено от бога вот голос зовущего в пустыне освобождайте расчищайте путь господу выпрямляйте в степи путь нашему богу а это известный стих который был прочитан новозаветными авторами судя по всему по следам не очень точной не очень точного синтаксического деления отраженного уже в сектуагинте этот стих был прочитан как кольку рэбэмид бар голос вопиющего в пустыне а и дальше пану дэрэх хадуна и яшру бараба миссила лейлогейну но на самом деле судя по как бы тому как этот стих построен читать надо не так голос зовущего до кольку рэ и дальше в пустыне расчищайте путь господу выпрямляйте в степи дорогу нашему богу да тут такой явный совершенно параллелизм очевидный пустыня степь расчищайте выпрямляйте и так далее а значит это все очень торжественно описывается бог идет впереди изгнанников более того это сопровождается какими-то значит поразительными изменениями топографическими все всякая равнина поднимется всякая гора опустится и кривая дорога станет прямой а горные цепи превратятся в долины и тогда раскроется слава господне и все увидят всякая плоть увидит что уста господа говорили это не только израиль но всякая плоть это увидит и усвоит бог представлен здесь дальнейшем тексте как пастырь который ведет свое стадо и в общем очевидно что этот этот пророк создает постепенно скрытую но все более и более как бы нарастающую аналогию с исходом из гипта он все время повторяет не бойся я с тобой я собираю тебя я забираю тебя из твоего изгнания и это увидят народы да это увидят все народы также точно как об этом говорится в песне на море с исходом из гипта значит все это потрясет и поразит воображение всех более того он говорит что не было такого до тех до сих пор и не будет после то есть то что происходит сейчас в каком смысле превосходит спасение исхода из гипта это важный такой момент для этого пророка он и дальше как бы будет проводить эту линию вот я вас вывожу а причем существенно тоже отметить что сам бог это делает тут даже нет никакого посланника а нет даже такого человека как муж и сам бог выводит и он убирает все засовы на и как бы никакого сопротивления ему фактически не оказывается в отличие от истории с египтом где это как бы происходит так же точно как правда так же точно как в истории с египтом он как бы высушивает пучины здесь же упоминается мессианство кира который как бы парадоксальным образом при том что сам бог ведет изгнанников но как бы изначальную роль а тут когда все немножко переворачивается в торе есть фараон которому противостоит муше муше посланник бога который выводит израиль из египта здесь как раз сам вражеский как в народный царь кир он является вестником слова бога он тот кто по слову бога отпускает израиль без какого не то не только без какого то не было сопротивление наоборот по слову господню да то есть как бы чудо в каком-то смысле еще более великое потому что если сам владыка земного мира изначально без какой бы то ни было без какого бы то ни было сопротивление признает власть бога израиля это как бы превосходит все все возможные представления и превосходит по степени силы то что было то что происходило во время исхода из египта и для того чтобы как бы дать нам окончательно понять что речь действительно идет речь действительно идет о чем-то похожим на исход из египта но при этом превышающим его пророк этот говорит такую вещь выходите выходите оттуда не трогайте ничего нечистого вы не пойдете в спешке и убегать вам не придется ибо идет перед вами господь и тот кто он идет одновременно как перед вами так и собирает сзади он как бы окутывает вас со всех сторон мы помним что одно из ключевых слов при описании исхода из египта является как раз словах и позон приближаемся в песок вот там это тоже будет играть роль во время седра одно из объяснений почему евреи едят песах мацу заключается как раз том что обычный хлеб просто не успел испечься они выходили слишком поспешно и вот этот пророк говорит очевидно полемизируя как бы противопоставляя новый исход старого говорит но бы хипосом ты цел вам не придется торопиться не надо будет никуда убегать вам не надо будет бояться преследующих вас врагов потому что я сам иду перед вами и вам ничего не грозит а вот как бы такая картина любопытно что при всем при этом вспоминается в одном месте этим пророком древний миф связанный сотворение мира когда-то в самом начале курса мы его обсуждали и как бы пророк призывает бога говорит так пробудись пробудись оденься силой мышца господня пробудись как во времена древние и та которая разбила рахова убила танина и рахов это и танин это как бы некие морские древние чудовище мифические которые связаны с морем и которых для того чтобы сотворить мир необходимо уничтожить ты то есть мышца господня разрушила или высушила можно прочесть по-разному а мэхарэвет ям и высушила и разрушила моря воды пучины великой мэйте гом раба та самая пучина которая упомянута в книге вырешит в самом начале тгом выхоших альпней тгом но там это как бы там нет никакого мотива конфликта а здесь он появляется сейчас мы это поясним а которая превращает глубины моря в путь по которому проходят спасенные и избавленные господом вернуться и придут все он с песнями и вечной радостью на 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 главах их радость которая которая достигнет их а печали горя убегут несмотря на то что в других текстах авто как бы этот пророк изображает исход как нечто совершенно лишенное конфликтной ситуации нет никакой силы которая может противостоять этому исходу здесь в этом месте он связывает связывает исход с этим древним мифом согласно которому для того чтобы сотворить мир бог должен был покорить привести к подчинению моря и убить его чудовищных мифических обитателей которые здесь упоминаются рахов витанин есть в других местах или вятан вот и в разных текстах с этим сравнивается исход из египта и там это понятно потому что моши посохом разбивает моря море и символ вот этой непокорной непокорной стихии которую надо уничтожить чтобы как бы создать что-то позитивное создать какой-то порядок космос в самой торе сравнивается напрямую исход из египта с сотворением мира и хотя повторяю в книге решит вот эта ситуация конфликта войны боя божественного извлечена потому что это как бы видимо воспринимается как некоторый ущерб нанесенный богу если он должен сражаться с кем-то для того чтобы сотворить мир но как бы в истории с исходом из египта это выходит наружу и вот в этом нашем тексте исход из вавилона персии тоже связывается с этим древним мифом подобно тому как когда ты принудил моря к подчинению также типами и и проложил таким образом путь избавленным с намеком на исход из египта так и теперь спасенные господом вернуться всего он с радостью и никакой горе не омрачит а вот так вот пророк начала эпохи второго храма описывает возвращение из вавилона персидского плена таким вот торжественным и и образом и превращая это в некое событие превышающее по своему значению исход из египта это тот же самый пророк который вы как мы видели утверждает вот это универсалистское послание что этот исход возвращение из вавилона персидского плена будет не просто символизировать спасение израиля станет неким светом и знаком для всех народов и даст возможности народцам присоединиться в этом смысле тоже можно увидеть некоторое превосходство происходящего в этот момент над исходом из египта потому что во время исхода из египта народы просто увидели не испугались а так описывается это и опять же в песне на море на них напал страх а во вторую в начале эпохи второго храма возникает как бы вот такое представление о том что нашу задачу входит не только напугать не только как бы принудить к молчанию к ужасу а присоединить к себе а вспомним мы еще как поговорим о книге эстер но там тоже звучит этот же мотив жители персии не просто испугались того что произошло с иудеями а они как там сказано многие из них нет ягодим они при становятся иудеями они принимают иудейский образ жизни или если выражаться словами вот этого пророка не львин не становится не львин присоединившиеся или как некоторых других текстах они еще называются те кто боятся бога так что вот это желание представить исход как события превосходящая по своему значению исход из гипта тоже вписывается вот в это универсалистское послание нынешнее избавление коснется всех в каком-то смысле здесь я поставлю сейчас точку первую в каком-то смысле это является наследием такого ядерного пророчества и шая у сына амоца который говорил о том что в конце времен все народы мира сойдутся к храмовой горе и захотят учиться путям господа бога израиля вот сейчас самое время перед тем мы перейдем к второй теме нашего сегодняшнего занятия сейчас самое время задать вопрос если таковы и есть скажите то можем ли мы как-то синхронизировать и историю урима эстер с вот этим периодом с дарием который был не химия не химия был непри даре и израиль и на химия были не при даре и даре и были за рубавель и юшуа бен йо сада израиль и химия так согласно книге были судя по всему во времена артаксеркса первого который правил после к серксом назван называется как греческие термины на иврите называется артакшаста о персидские не помощь сейчас точно звучание фонетическое имени вот к шайруша крошай раша это к серкс как точно артаксеркс не помню вот к серкса как правило несмотря на то что в славянских переводах в синодальном переводе ахашвирож переводится как артаксеркс но историки обычно связывают сердца именно с ахашвирожем из книги эстер да то есть ахашвирож который как раз правил после даре закончился управление в 486 году до новой эры соответственно события которые описываются в книге эстер отдельный вопрос который пока что мы оставляем за скобками какова степень историчности этих событий это вопрос очень неоднозначный но по крайней мере если исходить из вот этой хронологии то это происходит значит на несколько десятков лет позже тех событий которыми мы сейчас занимаемся а то есть если считать а мы увидим что дальше будет некая хронология что храм начинает отстраиваться во времена зарубавели и и ушел бы нее от садака во второй год правления даре то есть пятьсот двадцатом году примерно а я говорю что ахашвирож выцаряется где-то четыреста восемьдесят шестом году вот то получается что проходит тридцать четыре года между этими событиями ну опять же там не в первый год про царствие ахашвирож и все это происходит ну даже наверно в конце он скоро умер ну что значит он не так уж скоро умер опять же согласно книге ахашвирож а все это происходит начало начало это все как бы связывается связывается с третьим годом с третьим годом царствования ахашвирож а значит это получается 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 у нас опять же если следовать принятой хронологии получается 483 год вот собственно говоря умер он умер он только четыреста шестьдесят пятом то есть он еще достаточно долго правил вот не то что он сразу после этих событий почти сразу вот что он был довольно долго женат на эстер как ко времени событий пурима смотрите опять же я как бы оставил за скупками историть степени историчности книги эстер это отдельный совершенно разговор все же там рассказывается в общей форме я могу сказать практически все что он рассказывается не имеет никаких подтверждений из каких бы то ни было внешних источников и более того это то что рассказывается книги старящий не касаюсь вопроса спасения евреев но как бы то что происходило в персидском царском дворе все это в общем достаточной степени противоречит тому что нам известно о том что происходило персидских у персидских царей династия эфеминидов вот так что говорить о том сколько сколько сердца хашвирош был женат на эстер это зыбкая почва занятие книги эстер что вы говорите варить если эти события имели место то когда они могли быть я вам говорю значит он устраивает пир написано да опять же полагаться на то что написано в регистр он устраивает пир на третий год своего царства значит третий год его царствования если опять же пользоваться принятой хронологией получается 483 год до новой эры пример а когда нихеме отправился строить храм это он не отправился строить храм храм был давным давно уже построить иерусалим отстаивать стену значит это происходит где-то примерно в середине в середине ну опять же есть некоторые споры вот но но если артаксер с 1 воцарился воцарился 400 в 465 году до новой эры и через через некоторое время через какое точно мы не знаем опять же тут написано двадцатый год правления артаксеркса да насколько это насколько это реально это вопрос тогда получается что это примерно 445 год 445 год правление времени правления артаксеркса ну вот получается опять же все это очень приблизительно говорим если сердце ахашвироши это 486 до 483 то здесь мы говорим про 445 год но где-то в середине миссия на химии это середина пятого века спасибо пожалуйста если ни у кого дополнительных вопросов не возникло то мы будем немножко продвигаться дальше окей если возникло и остановить значит мы возвращаемся к вопросу о том как был построен храм как я уже и сказал строительство храма реально начинает происходить во времена даре как это объясняется и езо и езо это объясняется тем что несмотря на отданное отданное киром повеление подстраивать храм в иерусалиме и даже было построен жертвенник тем не менее работа над храмом фактически остановилась из-за происка вот этих самых врагов которые мешали и не давали строить храм значит и это действительно описывается описывается более подробной форме в пятой главе в пятой главе в пятой главе книги эзры причем значит специфика книги эзры состоит в том что часть текста написана на иврите а часть на арамейском языке арамейский язык в ту пору был языком и межнационального общения и языком дипломатической переписки и более того значит это был язык на котором разговаривали многие подданные персидской империи в том числе и евреи значит можно предположить аккуратно что арамейские части книги эзры более ранние нежели те части которые написаны иврите вся эта книга не писалась одномоментно значит потому что как раз во времена эзры и нехемии судя по всему происходит первое возрождение иврита мы до этого дойдем нехемия такой прообраз элезера баниуды он занимается возрождением иврита и иврит постепенно входит в обиход поэтому видимо ивритские части книги эзры иврит более поздний вот та часть которой мы сейчас будем говорить она написана в основном на армейском языке значит и говорится тут что вот вся вся эта проблема с остановкой строительства храма была вплоть до второго года правления дарь и описывается это описывается буквально следующим образом в эти времена в это время говорится тут пророчествовали два пророка хагай и захария мы видимо сегодня уже не успеем о них поговорить поговорим о них подробно в следующий раз но интересно что они здесь упоминаются хагай и захария сын и до что согласно мудрецам там это были фактически последний из пророков был еще такой малахи отдельная личность о которой тоже речь пойдет впереди вот но хагай и захария действительно упоминаются в книге эзры вот как современники зерубавеля и священника иошуа а вот тут говорится что зерубавель иошуа встали с тем чтобы строить храм бога в иерусалиме и пророки вот эти самые хагай и захария им помогали они им помогали как они им помогали мы увидим из самих текстов хагай и захарии мы увидим что они эти тексты создают совершенно другую картину нежели та которая есть в книге эзры значит говорится там о том что когда они строят храм пытаются возобновить постройку храма опять же в книгах хагай и захарии говорится о том что пророки особенно хагай всячески подталкивают строительство храма вот они решают начать строить храмы к ним приходит наместник персидский наместник по имени Татнай который вместе со своими помощниками задают вполне естественный вопрос по какому праву вы здесь начинаете строить кто вам дал право строить здесь храм на это следует ответ довольно пространный который который эти люди вот этот Татнай и его помощники цитируют в письме Дарию пишут письмо Дарию и говорят о том что вот мы обнаружили что в иудеи строится храм Богу они и что это строительство идет довольно быстро и успешно и мы спросили у старейшин иудеи по какому праву или по чему приказу вы строите этот храм поскольку строительство храма неизбежно символизирует некую некое национальное возрождение и значит какую-то самостоятельность это вызывает подозрение почему вдруг сейчас начинают строить они говорят дальше докладчики подробно их опросили даже взяли их имена и они сказали нам что вот мы рабы Бога неба и земли мы отстраиваем храм Богу который был построен много лет назад великим царем Израиля подразумевается естественно Шлумо дальше это как бы такая речь которая ну опять же в какой мере можно предположить что это речь полностью исторично довольно трудно потому что она насквозь пронизана таким вот теологическим посланием покаяния мы согрешили и Бог отдал это говорят посланники посланники царя они рассказывают евреи и иудеи рассказывают что они согрешили прогневили своего Бога и поэтому он их отдал в руки на уходоносы царя Вавилона и тот разрушил этот храм а народ избрал Вавель Вавилон изгнал Вавилон но в первый год царствования Кира было отдано повеление отстроить этот храм и даже вернуть туда сосуды которые забрал царь Вавилона Кир передает это Шешбацару это право передает Шешбацару мы обсуждали это имя некий судя по всему предшественник Зарубавеля но что интересно что в отличие от того что мы читали до сих пор здесь утверждается что не Зарубавель а Шешбацар как раз заложил основание храма и вот с тех пор этот храм строится но так до сих пор и не закончен и если угодно пусть царь проверит в каких-то аналог действительно ли был такой приказ Кира значит прошло не так уже много времени да приказ Кира это 538 год а сейчас мы фактически в 520 году прошло всего навсего 18 лет в какой мере можно предположить что указ Кира о строительстве храма в Иерусалиме был забыт трудно сказать но в самом случае таков здесь нарратит что вот они просят проверить что приказ такой действительно был дан и Дарий с этого начинается шестая глава действительно проверяет это и обнаруживает текст который мы с вами уже читали я вам его представлял этот текст называется Дихрона по-арамейски Дихрона или Зикарон на еврите то есть память памятка и вот это Дихрона или Зикарон Зикарон да этот текст действительно в такой гораздо более прозаической и не такой уж величественной форме рассказывает о том что Кир отдал приказ построить храм в Иерусалиме и перевести туда сосуды и приносить там жертвы чтобы молились о жизни царя Персии его сыновей и тогда Дарий прочитает этот приказ отдает свой приказ приказ что всякий кто изменит повеление моего предшественника Кира Дарий не был сыном Кира Дарий принадлежал как бы некой побочной ветви Ахименидов пришел к власти в результате всяких пертурбаций в Персидской империи после гибели в Египте сына Кира Камбиза там началась драка за власть и в результате Дарий который в этой драке судя по всему участвовал пришел к власти и вот он как бы говорит я поддерживаю то что мой предшественник приказал и более того я даже усилию этот приказ что всякий кто посмеет помешать строительству храма в Иерусалиме будет жесточайшим образом наказан у него будет отнято его имущество самого его повесят и это конечно страшно деморализует всех противников иудеев которые пытаются мешать строительству храма и с этого момента говорится строили и преуспевали храм до шестого года царя Дария кстати к вопросу вашему Борис тут сказано что это заканчивается в месяце Адар любопытно значит в какой мере можно связать это утверждение о том что храм был построен строительство было закончено в месяц Адар шестого года Дария и событиями книги Истер которые тоже все связывают с месяцем Адар да спасение евреям пришло в месяц Адар да значит возможно что здесь есть какие-то связки да вот храм построен в месяц Адар и после этого описывается поскольку это месяц Адар непосредственно перед месяцем Ниссан то есть перед Песохом то любопытно что после окончания вот этого описания строительства храма и его освящения все это на арамейском вдруг неожиданно текст переходит на иврит что символизирует явно сигнализирует о некой добавке и дальше говорится я сначала в прачту на иврит и 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 Почему-то здесь, судя по всему, по ошибке, называется царь перседский царем ассирийским. Что здесь говорится? Говорится о том, что по окончании строительства храма, после того, что храм был освящен, после этого когены и левиты очистились и была приготовлена в Иерусалиме и зарезана пасхальная жертва. Для всех изгнанников и все изгнанники едят торжественно, в чистоте, эту пасхальную жертву. Интересно, что здесь упоминается такая вот форма появляется. То есть, несмотря на общий изоляционистский дух книги Езры, здесь в одном единственном месте намеком говорится, что были те, которые отделились от нечистоты народа земли. То есть, от язычников, грубо говоря, которые населяли с точки зрения автора в тот момент земли Израиля. И вместе с Израилем ели эту пасхальную жертву. Возможно, как бы делается попытка здесь связать это описание с тем, что написано в Торе. В Торе по поводу пасхальной жертвы в момент исхода из Египта, значит, там говорится о том, что чужеземец... Если будет вместе с тобой чужеземец и захочет участвовать в пасхальной жертве Господу, то он должен обрезать себя и всех мужчин среди этой группы. И тогда они могут присоединиться. И вот, видимо, здесь на это и дан намек. Вот, и они соблюдают, опять же, все по Торе. Все по Торе, в том числе, значит, Хага Мацот. Семь дней едят Мацу. Таким образом, вот такое торжественное окончание строительства храма, которое явно стремится к тому, мы видели это и в истории освящения жертвенника, который мы читали в прошлый раз. Как бы вот стремление создать такую идеалистическую картину того, что происходит, такого всеобщего народного единения и исполнения заповеди Тора. Все делается в соответствии с тем, как написано в Торе. Такова версия строительства второго храма книги Эзра. Мы увидим, это как некоторый такой вот Росимон, как фильм Курасава по книге известной. Будет другая совершенно версия о том, как строился второй храм, что при этом происходило. И с этой версией мы с вами познакомимся уже в следующий раз. Это версия пророков Хагая и Захарии. А вот этих самых пророков Хагая и Захарии, которые были упомянуты в начале нашего описания в книге Эзра. Вопросы? Если есть, мы дошли до конца сегодняшнего занятия. Если есть вопросы, то пожалуйста. Вопросы, замечания? Народ, по-видимому, думает. Пожалуйста. Алекс додумал. Пожалуйста, Алекс, послушаем. Вопрос, насколько я знаю по поводу предыдущего, по поводу Камбиза. В общем-то, там на самом деле очень темная история. И очень похоже, что там был совершен переворот в его отношении. И, в общем-то, благодаря этому перевороту на престол взошел Дарий. Там было немножко сложнее. Там было немножко сложнее. Дело в том, что там, как с Ж. Дмитрием, Камбиз был сыном Кира. Он правил 8 лет. Нам известно только то, что его следы пропадают в Египет. В Египте. В этот момент, когда это происходит, в 522 году, появляется какой-то самозванец на персидском престоле. Его называют, потом его называют, лжебардия. Бардия, некто бардия. Значит, сам Дарий, который в результате, после всех этих пертурбаций, пришел к власти и оставил бехистунскую надпись, утверждает, что вот этот бардия, это был какой-то маг и самозванец по имени Гаумата. А Камбиз умер в Египте от ран. Но не исключено, что на самом деле, такая египотиза тоже есть, что сам Дарий убил непонятно кого, то ли Камбиза, то ли его брата, который мог наследовать престол. И уже постфактум, постфактум, он, значит, как бы объявил, объявил, что он спас таким образом династию Ахаменидов. Мы на самом деле точно этого не знаем, потому что у нас есть рассказ самого Дария, есть довольно запутанный рассказ у Геродота. Ну, в общем, полной картины этих событий мы не располагаем. Понятно. Все-таки что можно сказать по поводу, собственно, храма, по поводу строительства, по поводу... По поводу храма, что именно можно сказать? По поводу, скажем так, по поводу строительства храма, что можно в итоге, какой можно сделать вывод? Значит, если исходить из версии книги Эзера, повторяю, мы увидим другую версию, версию книг Хага и Захарии. Но если исходить из версии книги Эзера, то ситуация такая. Было объявлено о строительстве храма. Это строительство было прервано из-за происков врагов Иуды и Бениамина. Прервано было где-то на 18 лет. Потом, значит, не очень понятно, почему было принято решение возобновить строительство. Возможно, как бы намеком, под влиянием пророков Хага и Захарии, была сделана еще одна попытка им помешать, но в результате удалось заручиться поддержкой Дария, благодаря тому, что обнаружили приказ Кира. И, как бы, таким образом, пафос всего этого описания очевиден. Несмотря ни на какие происки врагов, которые пытались помешать строительству храма, это не имело успеха, потому что в конечном счете за нами стоит Бог, и справедливость, потому что враги на самом деле пытались нас оболгать, как-то нам мстить, но правда восторжествовала, храм отстроен, Песох отпразднован, и, как бы, спасение достигнуто. При этом, заметьте, я хочу еще обратить ваше внимание на одну деталь, нигде в этом описании не делается ни малейшего намека на то, что есть желание восстановить в Израиле царство. А если считать, это, конечно, тоже некоторая гипотеза, основанная на написанном книге Девераймим, что Зарубавель сын Шантиэля, царского рода, то он, казалось бы, мог претендовать на то, чтобы попытаться восстановить царство Израиля. Однако, так далеко мессианские представления автор Кенгезры не идут. Он ограничивается тем, что восстанавливается храм, храмовая служба, священники очищаются, и, как бы, в его представлении наступает тот период времени, который принято называть иудейской теократией персидского периода. Она во главе народа Израиля стоят Куани. Но я еще раз повторяю, у Хагая и Захарии картина будет другая. Там напряжение будет в совершенно ином, в иной плоскости. Плоскости, связанной с фигурой Зарубавеля сына Шантиэля. Но вот об этом мы поговорим в следующий раз. Если, наверное, не будет вопросов, у меня такое замечание, но замечание, я думаю, краткое, но ответ, как бы, может быть, непостижимо. Долгий. Я просто, как бы, реагирую импульсивно на то, что Борис Гулько спросил, да, про Пурим, и, как бы, ответ был в том, что, в общем, эти события, они, как бы, фактически не зарегистрированы, и исторических связей об этих очень мало. Я понимаю, что, что я спрашиваю, это даже не то, что в рамках провокативно, а, как бы, очень-очень большой аспект, мы немножко касались на наших лекциях. Но вообще-то, конечно, потрясающе, да? Сколько событий, которые, с одной стороны, не имеют фактического подтверждения, да, мы проходим, как бы, по краткой, наверное, других народов точно так же, да? Я там знаю, циат-мицраем, матан-тура, да, Пуримы, и так дальше, понимаешь? Фактического подтверждения нет. Но, с другой стороны, как бы, механизм их утверждения в народной памяти, в традиции, и, как бы, классическое повторение каждой гур, понимаешь, как бы, некоторые основы вообще проживания. Ну, как бы, при этом никакого исторического факта действительно нет. Наоборот, как бы, мы много раз присутствовали, когда разные, как бы, люди доказывают о том, что, в общем, трудно, как бы, с фактической точки зрения предположить, да? Миша нам рассказывал о том, 600 тысяч человек, вообще говоря, 2 миллиона не могут выйти из одного колодца. Ну, и так дальше, и так дальше, и так дальше. Я понимаю, да. Ну, вот это вообще непосвежимое. Ну, опять же, как бы, это некий парадокс исторической народной памяти, да? Насколько она обязана базироваться на каких-то голых фактах? Значит, она, видимо, не обязана на этом базироваться. Очень много вводит своими корнями некоторые фольклорные и даже не обязательно фольклорные и литературные традиции. Можно я вам призву через 5 минут? И все нормально, что это Алекс, я его выключаю. Это слегка. Вот. Значит, это, конечно, сложная тема и очень, как бы сказать, чувствительная, да? Потому что людям по природе часто свойственно хотеть, чтобы та традиция историческая, религиозная, которую они придерживались, имела бы фактологическое подтверждение. Ну, да. А на то деле, если вдуматься, значит, как бы это в чем-то напоминает попытку, значит, найти подтверждение, там, я не знаю, в каких-то областях физики или там биологии тому, что, например, рассказывается о сотворении мира. Значит, как бы вот эта общая область Турау-Мада, она как бы очень привлекает людей, это понятно, но как бы какова степень ее перспективности, я позволю выразить большое сомнение. Мы имеем дело с другим материалом. Вот, значит, опять же, по поводу рассказанного книги Эстер мы еще поговорим, дойдем до этого, у нас будет отдельная тема, что происходило в диаспоре в тот момент, когда изгнанники иудеи возвращались. У нас есть на этот счет книга Эстер, у нас есть источники внешние, у нас есть тексты из Элифантины, у нас есть тексты из архивов иракских, которые отражают жизнь в Вавилоно-Персидском плену. Вот, все это у нас есть, мы это сравним и поговорим об этом. Вот. Хорошо. Окей. Спасибо. Хорошо, если больше как бы вопросов нет, материал очень интересный, пожалуйста, послушайте в записи, у вас будут вопросы, вы всегда можете дадим, вы всегда молите их задать на следующем уроке, написать в чате, написать мне, написать лектору, ну, как бы важно, что у нас есть материал, над которым вполне можно как бы думать и задать дальше. Спасибо. Всем счастливо. Всем счастливо. Всем счастливо. До свидания. Пока.